Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об одной красивой истории, которая получила неприятное продолжение. Руслан Малиновский и Александр Головин обнялись после матча Монако и Марселя. Ну, я думаю, вы знаете. Малиновский украинец, который недавно перешел в Марсель из Аталанты на право хаэнды. Головин уже давно выступает во Франции за Монако, игрок с российским паспортом, и многие ждали, как же они отреагируют друг на друга. Головин с Малиновским поступили, на мой взгляд, единственным правильным образом, однако, как известно, есть люди, у которых в мозгу максимум две извилины, и те давно выпрямились. Как только я увидел данные кадры, у меня промелькнуло две мысли. Во-первых, очень здорово, что они обнились, а во-вторых, Малиновский может об этом очень серьезно пожалеть. Как только подтянутся его не совсем адекватные соотечественники, и не прошло и двух часов, как Малиновского стали травить в прессе, травить в соцсетях, набежала туча патриотов, ну и в результате Малиновскому пришлось извиняться. Вот такие пироги. Да, за то, что он пожал кому-то руку. Ну, мы уже что-то видели в легкой атлетике, с могучих, и там тоже затравили украинскую спортсменку, пришлось ей извиняться и так далее. Поэтому здесь, как я уже сказал изначально, было понятно, что жесть правильный, но ни к чему хорошему для Руслана он не приведет. И давайте обсудим эту омерзительную, на самом деле, ситуацию, когда за вполне себе адекватное поведение, и, наверное, самое правильное поведение в этой ситуации, человека просто смешивают с дерьмом. Ну, а если вы хорошо разбираетесь в футболе, или когда-то хотели попробовать себя в роли тренера футбольной команды, провести настоящую трансферную кампанию, определять тактику и стартовый состав вашего любимого клуба, принять участие в чемпионате, то переходите на сайт soccerlife.ru и начинайте карьеру. Прямо сейчас там стартует новый сезон, и вы можете играть как актуальными клубами, так и попробовать режим с особыми фишками. Например, возглавить клуб с составом из нулевых годов, и начать тренерскую карьеру в любимом клубе детства. Если вы командный игрок и любите общение, создайте своего персонажа в специальном кооперативном режиме. Вместе с друзьями. Удобная мобильная версия сайта подойдет для всех типов устройств. Переходите по ссылке в описании и получите стартовые бонусы. Вообще, для полной объективности следует признать, что сейчас многие россияне тоже не совсем адекватно отреагировали на эту ситуацию, в том плане, что начали обвинять Малиновского в лицемерии. Что вот, мол, что ж ты фраер сдал назад? Почему ты сперва обнимаешься, когда лицом к лицу оказался сголовиным, а потом за это извиняюсь. Но, ребят, будем откровенны. Всем нам понятно, что у Малиновского на родине остались родственники, остались друзья и так далее. И, учитывая ситуацию в этом государстве, даже подобный жест может привести к негативным последствиям. Для тех самых родственников и далее по списку. И здесь, к сожалению, человек оказался заложником всей этой ситуации. Потому что, напомню, когда у него был период уже после начала военных действий в Аталанте, где он играл одновременно с Миранчуком, там вроде как не было никаких проблем и конфликтов между ними. Не было эпизодов, что Малиновский и Миранчук на поле, они там друг друга передачи не отдают или ругаются друг с другом. Более того, Малиновский высказывался положительно о Миранчуке, что все у нас нормально и был выложен даже баннер. Болельщиками Аталанты, мол, какие молодцы, дружат друг с другом, несмотря на весь этот ужас, который творится сейчас. Но, как показывает практика, те самые итальянцы, которые выложили вот этот баннер, ну, они, как видим, просто поумнее по воспитанию и цивилизованнее, чем то хуторское быдло и желобье, которое сейчас засрало Малиновского и закидало его гневными комментариями. Ну, самое удивительное, что это желобье еще очень активно рассказывает про то, как оно стремится в Европу, к европейским ценностям. Но получается, что итальянцы со своим пониманием жизни и пониманием гуманизма и дружбы между людьми вот находятся где-то в космосе, а они на уровне зассанных парадных из Винницы находятся. Вот примерно там, где родились, там и остались. Потому что теоретически, я не знаю, там дома зассанные можно отмыть в той же самой Виннице, а желобье местное, как было дебилами, так и останется. Разумеется, я не про всех, я про тех конкретно, кто оскорб... Я конкретно про тех, кто оскорблял Руслана Малиновского за вот это. Так скажем, за державную зраду. И в этих условиях, ну, понятное дело, что приходится так или иначе прогибаться под изменчивый мир. Потому что изменился он очень сильно. А представьте, что будет дальше, когда подтянутся какие-нибудь дегенераты, вот на уровне тех самых дебилов из интернета, но при этом уже в качестве футболистов. То есть местные версии Романа Зазули, нашего офигительного патриота, который, правда, очень сильно патриотичен подальше, опять же, от линии фронта. Вот когда они подтянутся и окажутся на поле одновременно с российскими футболистами, вот это уже может создать определенные трудности и проблемы, к сожалению. Так что тут мы можем получить много таких скандалов. И, возможно, с этим связано то, что некоторые чемпионаты чуть ли не на уровне директив запрещают подписывать российских игроков. Мы слышали это про Испанию. В случае с тем же самым Байновым мы слышали это и в контексте Захаряна, который не смог перейти в Англию. Ну и далее по списку. В общем и целом здесь, наверное, просто нужно смеяться с тем, что такие конфликты и такие ситуации будут происходить дальше. К сожалению, среди людей есть очень много дегенератов. Сейчас на фоне обострившейся политической ситуации этим дегенератам позволено больше, чем обычно. И эти дегенераты еще и задают какие-то тренды общественного поведения и всего остального. Что нам остается? Ну, показывать адекватность, показывать, что мы выше всего этого дерьма. Кеми бы мы не были, россиянами, украинцами, либо жителями, не знаю, там, европейских стран. По-моему, здесь нужно сосредоточиться именно на этом. Тем более, что напомню, в свое время Олимпийские игры, первое такое масштабное спортивное соревнование, в том числе имели традицию своеобразную, что на время этого самого состязания Олимпийского приостанавливались все войны и люди забывали Распори. Сейчас, конечно, мы живем немножко в другую эпоху, но, как показывает практика, даже в те времена античные, когда люди по нашим меркам были типа дикарями, у них почему-то оказывалось больше цивилизованности, чем у нас сейчас. Вот в некоторых моментах. Например, в этом.